В Нефтекамске зарегистрировано 922 единицы транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров. Во время рейдов инспекторы фиксируют такие нарушения среди водителей автобусов, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и пользование телефоном во время движения. Всего выявлено 562 нарушения. Когда дело касается перевозки детей, все становится намного серьезнее. Тем более, что такие рейсы происходят ежедневно. Образовательные организации часто, очень часто отправляют в различные поездки детей. Это могут быть и участие в конкурсах республиканских. Можно, конечно, к этому причислить и многочисленные выезды и за пределы республики, межрегиональные соревнования, всероссийские. Поэтому сталкиваться с перевозками нам, конечно, приходится. Мы обязаны делать все по закону и в первую очередь заботиться, конечно, о безопасности детей. Встреча сотрудников госавтоинспекции и организаторов перевозок состоялась из-за неутешительной статистики ДТП с участием автобусов на территории страны. За текущий период в отдел ГИБДД «Нефтекамска» поступило 277 заявок на перевозку детей. По 8 из них был дан отказ. Здесь необходимо включать, конечно, все рычаги, не только подразделения ГИБДД и другие ведомства, что, конечно, и делается. Работа данная проводится. Проводится сейчас по перепроверке документов, то есть лицензии на осуществление данного вида деятельности по перевозкам пассажиров с нашей стороны мы, соответственно, смотрим наличие документов, наличие и исправности технического состояния автобусов. Сложные моменты были разъяснены сотрудниками ГИБДД, чтобы избежать нарушений, а самое главное – обеспечить безопасность несовершеннолетних в поездках. Ответственность за нарушения организованной перевозки детей автобусами установлена в виде административного штрафа от 3 до 100 тысяч рублей. Анастасия Кай, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».